Всем привет, мои хорошие! Начинаю новый влог. Он будет вкусный, кулинарный. Не только покажу вам интересные покупки. Итак, поехали! Хочу начать заготовку продуктов на зиму, сушить яблочки, груши и так далее. И сегодня мы с вами будем сушить грушу. Хочу десерт с апельсинчиками сделать и йогурт, чтобы на завтрак у нас был вкусный йогурт. Сейчас подготовлю все продукты и покажу вам, что к чему. Для приготовления йогурта нам с вами нужно молоко, желательно пастеризованное. Я туда буду добавлять закваску, можно добавлять живой йогурт. И нагревать до 40-60 градусов его, но не доводя до 60. Потом мы будем разливать по баночкам. Потом сушеные апельсины я хочу сделать в сахаре. Сейчас мы порежем с вами апельсинки дольками и посушим одну грушу. Сейчас, когда будет урожай яблок, я буду сушить еще яблоки. Вот такой десертик у нас с вами будет. Как раз завтрак утром будет йогурт и можно будет есть с вот этими вот сладкими долечками апельсина. Будет очень вкусно. Делать все это мы будем с помощью лишь одного прибора, девчонки. Это сушилка йогуртница Волга 9, Великие реки. Здесь очень много поддонов в комплекте. Можно сразу насушить много-много-много всего. Когда будет сезон яблочек, я обязательно займусь этим процессом поплотнее. Сейчас мы подготовили с вами фруктики. Я апельсинки буду посыпать сахаром, груши нет. Мы должны с вами обязательно удалить все косточки, удалить сердцевинку. Кто-то хочет чистить кожуру, кто-то не чистит. Это как бы дело каждого. Судили молоко с закваской до комнатной температуры. И теперь будем разливать по баночкам, закрывать крышками. У меня получилось 4 баночки. На пятую не хватило, не рассчитала молочка. Сейчас мы будем ставить их в самый низ сушилки. Баночки расставили в самый низ. Здесь у нас вентилятор. И сейчас будем сверху ставить поддоны и раскладывать на них фруктики. Фрукты разложила. Апельсинчики немножко посыпала сахаром. Кстати, знали такой лайфхак, что чтобы яблочки, груши не темнели, их можно немножко предварительно замочить в лимонной кислоте. Или пассеровать в горячей воде. Так же, как и апельсинчики, чтобы они такие вот были посветлее, посочнее. Но так как у меня лимонной кислоты не оказалось, мы будем сушить с вами привычным способом. И дольки нарезаем не менее 5-4 миллиметров толщину, чтобы у нас потом они были такие тоже достаточно сочные, а не прозрачные, пересушенные. И разложила фрукты, придерживаясь как бы небольшого промежутка расстояния, чтобы циркуляция воздуха была достаточной. И они побыстрее у нас с вами высохли. Ну, к завтрашнему утру, да. Йогурт у нас будет готовиться где-то 8-10 часов. Ну, а фрукты будем смотреть по состоянию, да. Как подсушатся, какие нам нужны, кто какие любит, кто помягче, кто посуше. Я установила на йогурт два пустых поддона. Да, видите, вон йогурт торчит. Потому что все-таки производители рекомендуют поддоны устанавливать все, даже если они у нас не заполнены. Так лучше воздух циркулирует. И опять же у нас продукты с вами быстрее приготовятся, быстрее посушатся. Сейчас я остальные поддоны устанавливаю сверху и закрываю все это дело крышкой. В комплекте есть еще вот такой поддон для безе. Да, мы его сверху вот так кладем и выкладываем сюда безе. Я попозже обязательно тоже приготовлю и покажу вам просто сейчас жара и заниматься готовкой совсем не в моготу. Вроде завтра она у нас спадает. Надеюсь, что будет уже полегче. Так, теперь мы закрываем уже крышечкой с вами нашу сушилку. Вот так. И устанавливаем, включаем и устанавливаем температурный режим. Так как йогурт у нас готовится при 40 градусов 8-10 часов. Я ставлю температуру 40 градусов. Потом, когда йогурт вытащу, возможно, еще досушу при большей температуре фруктики. Посмотрим, может быть, они тоже к этому времени высохнут. Потому что до этого я сушила яблоки, груши. В принципе, все очень быстро сушится. Так, и нажимаем с вами кнопку включения. Загорается индикатор. И мы слышим, как циркулирует воздух в нашей сушилке. Вот и все. Все быстро и просто. Конечный результат вам обязательно покажу. Вместе с вами будем пробовать на завтрак эту вкуснятину. Йогурты с апельсинками, с грушей сушеными днями. Какой аромат апельсинов. Сейчас распространяется просто по кухне. Божественная за счет вот этой циркуляции воздуха. Такой кайф. День, следующее утро. Пора снимать наши фруктики. Сейчас будем выключать сушилку. Вот так они выглядят. Смотрите, как здорово выглядят апельсинки. Они сухие, но в то же время такие яркие, сочные. Груша. Тоже, кстати, не сильно потемнело. Здорово. Вот они фруктики и 4 йогурта готовы. Сейчас будем все с вами пробовать. Вместе с йогуртом. Мне кажется, красота. Самая здоровая пища. Обалденный завтрак. А теперь дегустация. Сейчас попробуем йогурт. Очень нежненький получился. Йогурт я уже не делала почти долго. Давно не делали йогурт, да? Согласна с тобой. Вкусно-тища нереально. А если с апельсинкой, так, грушу сначала. Я уж кружу попробовал вкусно. Классный сушеный грушин. Вообще здорово. Надо прям побольше всего насушить на зиму. Выморить компотики. Да? Чего за зависло? Просто так проснуть. Ой, йогурт как вкусно. Так, сейчас апельсинку. С йогуртом. Ням. Ням-ням-ням. На самом деле, обожаю по вкусу вот именно йогурты, которые делаешь сам. С покупными не сравнить. Так, апельсинка. Вот как они выглядят. Достаточно твердая кожа. Ммм. И сочная начинка. Это нереально вкусно. Из этих корочек, кстати, потом можно будет чай заваривать. С апельсиновыми корками. Можно, кстати, их в кофемолке перемолоть и добавлять в чай или даже в кофе. Слушайте, гениальная идея вообще. Я так еще почему-то ни разу не пробовала. Ммм. Очень вкусно. Слушайте, да. Он вроде как подсох, но все равно сохранил из-за того, что мы нарезали достаточно толсто внутри свою сочность. Здорово вообще. Даже апельсины я сушу цитрусы вообще, в принципе, в первый раз. Обалденно. Мне очень понравилось. Можно так и лимончики насушить, и тоже перемолоть потом в кофемолоке и добавлять в чай. Ну, у нас сегодня завтрак мега полезный, мега вкусный. Здорово. Отлично. Сушеные цитрусы, и кто не пробовал, девчонки, это круто вообще на самом деле. Ммм. Надо бананчики еще попробовать насушить. Вообще обалденно. Йогурт. Сказка. Папа привез нам из детского мира вот такого зайку. Кстати, очень выгодно заказала. Ждала скидку на лило на зоне, так и не дождалась. А в детском мире он обошелся в 1400. Ну, плюс у меня еще 10% приходит кэшбэка по Сбербанковской карте. Вон, спасибо. Это зайчик няня. Почему взяла няню не лило? На него лучше отзывы. На самом деле. С ним можно спать. А с лило тоже можно спать. На него вот лучше отзывы почему-то. И там сейчас у них акция крутая проходила. Он так стоит... Ой, не помню, сколько он так стоит. Но, в общем, за 1400 по двум акциям прошел. Промо-код 10% был, той 25. Нет, той 10, по-моему, что ли. И еще какой-то промо-код прошел. В общем, взяли вот за 1400, я считаю, это очень выгодная покупка. Там чуть-чуть подороже были, зайчики такие же. Ну, там было... Можно еще подключать к компьютеру и флешку ставить. Вот. Но я еще посчитала, что мне это не нужно абсолютно. Почему взяли голубой? Потому что самая удачная расцветка. Здесь тело от головы не отличается. Я посмотрела другие расцветки. Желтую, розовую, еще какую-то. Там почему-то тело от головы отличается. Потому что тело, мне кажется, пластика, а головка, она, наверное, силикон. Что-то типа того. И здесь только в этой расцветке он такой вот однотонный, красивый. Сейчас распечатаем, попробуем. Здесь много функций. И самое главное, что есть шум. То есть шум белый на телефоне включаю иногда. А здесь он есть белый шум. По-моему, 5 режимов. Так, режим погремушки, классическая музыка, много мелодий, песенки, звуки животных, сказки, стихи, цвета, карточки. Здесь должны быть в комплекте. Да. Вот, подробно описание. Мне кажется, для детей это очень классная игрушка. Как будто ее купила, все, больше ничего покупать не буду. Потому что от Ксюши осталось очень много всего. Давай, распечатаем. Кстати, от USB. Чек. Вот, 1465 он прошел. Скидка была очень хорошая. Еще что-то дали. А, до 6 месяцев. В детском мире. Так, это инструкция у нас. Вот видите, даже на картинке розовое тело отличается, желтое тело отличается по цвету. Они светлее. А синий нет. Вот они карточки. И когда его ставишь на карточку определенного цвета и удерживаешь, он называется светлый. Я это смотрела в отзывах. Вот зарядка. Хорошо, что нет батареек, а то батареек не напасешься. Ну-ка, да, слушайте, вот эта вот часть силиконовая, вот эта, здесь пластик, здесь, да. Давайте, что ли, попробуем, нас мелочь спит, мы на балконе шахранулись. Где он включается, Катя? Ну-ка, где он включается? Вот же хвостик. А, ну давай. Разряженный? Нет? Да, его надо сначала заряжать. Ну-ка уже их в магазин-то привез. Ну, сейчас попробуем, потом вам обязательно покажем. Что-то изучила, здесь у нас ночник, громкости и так далее, а включается он длительным нажатием на хвост. Привет! Давай поиграем. Английский алфавит A. Потише, потише. Так. Вроде сделали потише. Режим белый шум. Ну-ка. Ой, классно. Шум переключать, внутри можно вправо-влево. Давайте сейчас возьмем. Вот это классно, как с сверчками. Это как водичка. С птичками. А тут как будто что-то шуршит. Так, дальше переключаем режим. Погремушка. Ой, он звенит сам. Ну-ка, другие есть? Да, слушайте. У него несколько режимов погремушки. Давайте сюда возьмем. Прикольно. Сейчас, подожди. Так, дальше. Классическая музыка. Ой, какая прелесть. Следующая. Такой громкий. Это я убавила еще громкость. А ушки у нас грозунки. Мягкие. Еще надо потише сделать. Так. О, мне кажется, это самое тихое все. Тише он уже не делается. Красота выпадет. Ну, прикольно. Ну-ка, подожди, да еще попробуем. Неужели это самое тихое? А, нет, вот все сделалось и тише. Еще классно. Все отлично. Пока мне все нравится. Песни. Песни. Я был когда-то странной. О, слушайте, какая прелесть. Звуки животных. Угадай, кто это? Кыска. Сказки. Сказки. Озвучка нормальная. Непротивная. Стишки. Нормально. А, да. Сейчас цвет попробуем определить. Видите, фиолетовый какой-то хотел. Определение цвета. Нам нужно прижать игрушку. Давай прижимай. Ой, классно. Как он распознает? Давай еще. Apple. Это по-английскому. Желтый. Yellow. А, да. Тут датчик какой-то у него. И он определяется. Слушайте, как у вас, смотрите. Оранжевый. Как быстро. А он только карточки, интересно. А если, допустим... А вот здесь попробуй. Синий. Ага. Ну-ка, вот подушку. Фиолетовый. Почему-то она у него фиолетовая, хотя она серая. Так, цветок. Коврик. Серый. Gray. О, теперь серый. Так, а белый. Белый. А, классно. Они только карточки определяют. Слушайте, я довольна покупкой. Вообще, крутая штука. Будем прям пользоваться с удовольствием. Ксюша тоже себе захотела такой, да? Серный. Да. Еще мы сегодня гоняли в магнит косметик. Сейчас покажу вам интересные покупочки. Всегда беру там, пока акция уже давно. Вот такие салфетки влажные, Каспер детские, 15 штук здесь. Они по 34 рубля. По акции 3 равно 2. То есть за 34 рубля, за 68 рублей, 3 упаковки получается. Потом сегодня увидела виск с 15 рублей. Сейчас кот будет счастлив. По 15 рублей вообще нигде не видела. Вообще виск с дешевле всего. Бывает магнит косметика, я заметила. Так, дальше взяла вот такие 3 масочки тканевые. Кто пробовал, девчонки, напишите. Будем с дочерью делать. Взяла 3 разных. Розовенькая. Увлажняет, питает. Желтенькая. Интересно, они правда такого цвета? Так, увлажняет, тонизирует, упругость. И голубенькая. Выравнивает тон, увлажняет, защищает. Вот такие 3 интересных масочки. Тканевых они были просто по 50 с чем-то рублей. По акции, поэтому взяла. Так, дальше взяла еще вот такую вот зимнюю. Метерщетку по 119 рублей. Они все были там. У меня была похожая. Мне сестра дарила от Reflame. Мне, в принципе, вот такие вот нравятся. По 119 рублей они. Вместе со средством для гладких пяточек, которое Свайл Берес вам показывала. Вот сегодня буду делать релакс для ног. Так, цены. Но здесь у меня цены со скидкой. Потому что я применила... Да, туалетную бумагу еще взяли. Всегда беру. Но она 100 с чем-то. Это у меня же со скидкой. У меня было 300 бонусов, да, списано. И 194 рубля вот такая тушь от DIVAGE. Мне понравилась на тест 3 кисточка. Моя коричневая любимая от Faberlic уже совсем подсохла. И заказ в каталоге будет нескоро. И в каталоге ее нет. Значит, она будет без акции. Поэтому взяла вот такую. Вообще, мне нравится белорусская косметика. Это у нас DIVAGE белорусская, правильно? Я ничего не путаю. Белорусская, да. И вот такую я еще не пробовала. Силиконовая кисточка, объем и удлинение. Сейчас покажу вам, как она выглядит. Одной рукой мы с вами не отклеим. Такая огромная кисть. Фокусируйся. Она прям огромная. Но я такие люблю. Силиконовая. Потестируем вместе с вами. Посмотрим, что она будет делать с ресничками. Так я вот такие кисточки очень люблю. Она такая пушистая, большая. Прям вообще очень большая. Ну, вроде ничего. Тоже, вот смотрите. Неплохо смотрится. Но дело в том, что она еще новая, не раскрасилась. И поэтому я первый слой, когда наносила... Блин, глаз что-то попало, из дома выходило. Волосы, наверное. Первый слой, когда нанесла, его пришлось посушить. То есть она не так быстро фиксирует ресницы, как, допустим, душ Фаберлик. Там сразу почти они такие силиконистые. А здесь нужно время. Они такие подвижные, долго. Вот несколько минут сушил, потом наносила второй слой, даже вот третий. Да. В принципе, нормальные объемы, длина. Все отлично. Мне нравится. Пока классно. Я еще, конечно, несколько дней потестирую, потому что она не раскрасилась, новая тушь. Ей надо немножко дать подсохнуть. И тогда пост в Инстаграм обязательно подробно на эту тушь напишу. Пока нравится. Знаете, такие прям хлопы ресницами. Взлетай. Кто любит эффект накладных ресниц. Но с первого слоя она дает вполне себе естественные реснички. Легкое такое удлинение. Все очень красиво. Ну все. На этом влог буду заканчивать. Надеюсь, было вам интересно и полезно. Всех любят. Целую. Всем пока-пока.